Домитровчане наконец-то дождались в городе начато строительство первой станции обезжелезования. Сейчас под нее подрядчики расчищают площадку. Качество воды – одна из давних и наиболее актуальных коммунальных проблем Дмитрова. Очисткой и обезжелезованием городской воды администрация обещала заняться давно. Руки не доходили, прежде всего, из-за дороговизны решения вопроса. Но начало положено. Первая самая крупная станция обезжелезования будет в ближайшие месяцы возведена на втором водозаборном узле. ВЗУ номер 5 ВЗУ номер 5, это Митькина, и ВЗУ номер 3, Севная улица. Но мы, как эксплуатирующая организация, все-таки пытались убедить главу нашего района, Валерию Васильевичу Гаврилову, администрацию, в том, что в первую очередь необходимо строительство станции обезжелезования на ВЗУ номер 2, на улице Инженерной. Потому что этот водозаборный узел имеет максимальную производительность. В идеале надо поставить хотя бы небольшую станцию обезжелезования на каждый водозаборный узел города. А их аж целых 5. Дело в том, что система водоснабжения в Дмитровье закольцована. И железо все равно будет попадать в городскую воду через водозаборные узлы, где не будет стоять станция обезжелезования. Поэтому вначале станции будут построены на трех самых проблемных с точки зрения концентрации металла в водозаборных узлах. И уже это должно существенно улучшить ситуацию с качеством городской воды. Строить придется за свои деньги. Федеральная программа «Чистая вода» на бумаге существует. А фактически КПД ее полезности для регионов близок к нулю. Она потеряла экономическую привлекательность. Почему? Потому что основное наполнение этой программы – это инвестиционные источники, это средства муниципалитетов. А деньги, выделяемые из федерального бюджета, они малы. То есть мы должны провести огромную подготовительную работу, выполнить проект, провести экспертизу. После этого вполне возможно нас включить в эту программу, в статье которой мы получим денег процента 2-1 от общей стоимости затрат, связанных с строительством станции. На крупнейшем в городе водозаборном узле номер 2 на Инженерной улице норматив содержания железа в воде превышен минимум в 4 раза. В Миткино на ВЗУ номер 5 металла в воде в 8 раз больше допустимого уровня. На Семной, в ВЗУ номер 3, норматив содержания железа в воде превышен в 2 раза. Поэтому именно на этих трех водозаборных узлах и будут в первую очередь возведены станции обезжелезования. Мы сейчас строим станции только за свои деньги. То есть это единственный вариант, когда мы можем решать задачи оперативно и быстро. То есть мы станцию обезжелезованные в 2-м ВЗУ делаем двумя траншами. Первый – это внебюджетный источник, по которым мы сделали проект, проект прошел экспертизу и делаем конструктив. То есть у нас на выходе здания. И второй транш – это бюджетные деньги. Мы уже покупаем оборудование технологическое, приводим монтажное и пускомоладочное работы. Вне бюджетные средства, которые будут использованы при строительстве станции обезжелезования в Дмитрове – это деньги строительных компаний, работающих в нашем городе. Как нам объяснили в районной администрации, участие в улучшении качества городской воды – это своего рода социальная нагрузка для инвесторов. В Дмитровском районе, кстати, действует уже несколько станций обезжелезования, построенных в том числе и на частные деньги. И мы решили спросить у жителей поселка Буденновец, где подобная станция работает уже два года. Почувствовали ли они изменение качества воды? Да, хорошая, чисто, без засадки, без чего. Очистные здесь, да? Фильтры. Нормальная вода, хорошая. А до этого было хуже? Было ржавчина, конечно, вышла вся. Трубы сколько лет они меняли. Положительно изменилось. В отличие от того, что у нас было раньше, это, конечно, большой плюс. А что было? Ой, ужасно рыжая вода, которой ни пить, ни мыться, ничего невозможно было. Сейчас чистая? Да, сейчас чистая. Сейчас мы пьем даже. Раньше мы всегда ходили на родник с водой, сейчас мы не ходим на родник с водой. Сейчас качество воды как вы оцените? Ну, хорошее качество воды уже несколько лет, между прочим. Хорошее. А раньше была хуже в чем? Ну, она была и рыжая, и запах неплохой был такой неприятный, а сейчас хорошая. И запаха нет? И запаха нет. Вода хорошая, чистая. Это ясно по туалету. Вот туалет был весь, рыжий был весь, красный, а сейчас вообще отлично. В поселке Буденновец станция безжелезования заработала весной 2012-го. Небольшая по размеру, она радикально улучшила качество местной воды. Вопреки заверениям скептиков, установленные на станции фильтры не засорились в первые же месяцы эксплуатации. Эксплуатирующая организация регулярно их промывает. В Подосинках еще недавно были сразу две беды. Мало того, что железо вместо воды было в пять раз больше нормы, так еще и повышенное содержание марганца. Построенная в Подосинках станция в два раза мощнее той, что в Буденновце. И сейчас показатель воды на выходе – 0,02 мг железа на литр воды. Марганца – 0,05 мг. И это значительно ниже нормы. Первая Дмитровская станция без железа пока существует только на бумаге. Но рабочие подрядные организации уже заканчивают подготовительные работы перед разрытием котлована под фундамент станции. Один из основных показателей, которым мы эту станцию будем убирать – это содержание железа в воде. Мы сегодня понимаем, что вода, содержание железа в воде по городу Дмитрово нескольких не соответствует. В связи с тем, что такие почвенные погоды глубинные. Станция без железа придет ее к нормативу. Более того, значит, показатель будет уменьшен даже несколько раз под нормативного. До нового года коробка станции должна быть установлена, а затем прибытие и монтаж самого главного – начинки станции. Если поставщик оборудования не подведет, то станция без железа с мощностью обработки в 700 кубических метров воды в час начнет работу на ВСУ номер 2 уже в марте будущего года. Я думаю, мы уже плиту зальем до нового года. То есть фундамент будет готов полностью? Да. А так у вас как по срокам? Когда окончание приблизительно всех работ? Ну, думаю, что в следующем году где-то в январь, февраль. Февраль-март. Помимо большого содержания железа, Дмитровская вода характерна своей повышенной жесткостью. Но с этой проблемой, как говорят представители коммунальных служб, справиться сложнее. Оборудование, которое необходимо для приведения в норму показателей жесткости воды, стоит дорого. И это уже проблема следующего этапа улучшения качества городской воды. Вода в Дмитровском районе, это вода, которая подается не из поверхностных источников. Она не хлорируется. Это вода эртезианских скважин. Это чистая вода. Она совершенно лишена каких-то микробиологических примесей. То есть она в кишечном отношении совершенно безопасна. И это просто как бы счастье, что мы имеем только две проблемы. Повышенную жесткость и железо, от которой мы... Я думаю, что вот от железа мы избавимся жесткостью. Это следующий этап, с которым мы будем работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова